Компьютерные игры 2001 года, второй выпуск, Arcanum. Довольно интересная игра, но её делали те же, которые делали Fallout. Вот Fallout я пропустил, там возмущение в комментах, я просто в него действительно не играл, поэтому что мне сказать, нечего, надо же поиграть, что я буду вам зачитывать информацию, которую вы и так знаете, надо же собственную, да, какую-то оценку. Но позже я там, короче, нашёл, где-то в следующих годах, есть последняя версия Fallout, это уж хорошая. Потому что я в хорошую тогда поиграю, а что я буду в первой тогда играть, я гарантирую, что у него будет ужасная графика на мониторах на современных, да. Ну вот, короче, я к чему всё это, про Fallout обзор позже будет, Arcanum делали те же, что Fallout, и как раз в Arcanum я играл. И говорили, в общем-то, как правило, все в критике, в оценке, что это, в принципе, вторая версия Fallout, Arcanum, чем интересен, что это смесь фэнтези с индустриальным миром, то есть это некий магический мир, населённый традиционными всякими гномами и прочими гоблинами, в котором, тем не менее, происходит промышленная революция, там строят заводы, то есть, в общем, получился какой-то девятнадцатый век, но магический, из всего этого. Графика достаточно тянет, на наших мониках, опять же, всё, по крайней мере, видно, играть там можно. Изометрическая проекция, открытый игровой мир, то есть, в принципе, песочница, ходи, открывай, всё, что там вокруг. Ну, квесты, конечно, тоже есть. Ну, как обычно, там, значит, получаешь предметы, либо очки опыта, как обычно, бродишь по миру, вот что-то типа Героев Меча и Магии, да. Тебе предлагают также квесты различные, Герои, есть бои, можно боем решать вопросы, можно подкупом, можно кражей, то есть, разные варианты. Увеличиваются также возможности персонажа, навыки развиваются. Кроме того, по ходу игры присоединяются другие персонажи, до пяти спутников можно собрать. Три боевых режима, режим реального времени, пошаговый режим и ускоренный пошаговый режим. Можно во время боя переключаться, то есть, развитая боёвка там. Боевые навыки могут, допустим, просто драка кулаками, потом лук, огнестрельное оружие и магия. То есть, тут, в данном случае, да, Герои Меча и Магии, можно Мечом, можно Магией. Драться. Классы персонажей отсутствуют. Есть 12 заранее созданных персонажей, в том числе, мужчины и женщины. Там есть разные параметры, типа, там, красота, там, интеллект, телосложение, сила, ловкость, там, и так далее. Можно развивать. Короче, до пятидесяти уровней можно развивать персонажа. Причём, некоторые персонажи могут специализироваться только в магии или только в технологии. То есть, есть, допустим, персонажи, которые вот только, короче, техническими средствами действуют, или только магическими. Специфика именно игры, что там можно и техническими, и магическими средствами решать вопросы. Значит, Арканум, это континент, окружённый водой, карта прилагается, населённый людьми, эльфами, гномами, карликами, орками и прочими всякими, значит, придурками. Можно, в принципе, играть там тоже за эльфа, за гнома, там, можно за карлика и так далее. Начинается там всё с падения дирижабля, падаем с дирижабля, всех остальных, короче, поубивало. На земле лежит карлик, передаёт кольцо, ну и потом начинается длительное путешествие по всему миру. То есть, открываем этот мир. Как обычно, интерес, какой мир открыть, да? Ну и кончается спасением мира. То есть, как обычно, в общем, оказывается, что мы спаситель мира и спасаем его от полного уничтожения. Восприятие было интересное критиками, то есть, в принципе, хорошо, поскольку совмещало фэнтези и стимпанк. Вот если я говорю, там, индустриализация, это, по сути, стимпанк. В жанре стимпанка игр сравнительно мало в начале нулевых было, да и сейчас не очень много, так скажем. В основном базировалось на успехе Фоллаута, который туда записывали, что, в принципе, Арканум это второй Фоллаут. В качестве источников, чисто в фантастики, сразу называли Жюля Верна. То есть, что-то получилось из мира Жюля Верна, только дополненного эльфами всевозможными, да? То есть, из ДНД, в принципе, добавили, да? Ну, говорили, что хороший сюжет, который создает определенную тайну. Сюжет там есть, несмотря на то, что мир открытый, там есть сюжет. То есть, выполняем всякие задания. И как раз, что довольно хорошая связь с этим самым ДНД. То есть, выполняются многие правила этой настольной игры ДНД. Как-то вот так получилось, что скрестили Жюль Верна с ДНД, и вроде как хорошо получилось. Вот. Такая оценка. Ну, боевку некоторые ругали критики. Ну, по-моему, живая боевка. Критика еще какая была, что длинная игра для того времени. Сложные карты, кстати, тоже, как я играл, подтверждаю, что с картой иногда там трудно разобраться, иногда непонятно, куда там выйдешь и так далее. Это да. Там нечетко на карте, допустим... Нет, не проставлено на карте точки, в которую тебе нужно прийти по квесту. Как бы так. Вот перебираешь перебором, долго получается. Игровой интерфейс ругали, что старомодный. Да, не очень удобный, тоже, да, подтверждаю. Вот. Ну, и, в общем, один там критик написал, Карл Сальменин написал, запаситесь едой, свежей водой и подушкой, потому что если вы хотите пройти Арканум до конца, то это займет много времени. Ну, в целом, долго игра это вряд ли недостаток. Ну, вот отмечали такое недостаток, что долго играть. Графика я считали, что тоже устаревшая даже для того времени, для 2001 года. Ну, не знаю, умеренная графика такая, не знаю, насколько устаревшая. Но она устаревшая для теперешнего времени, не знаю, насколько для того времени. Ну, видны фигурки, видно, кто там двигаться. Ну, вот, в общем, в целом так оценивали, что игра достаточно интересная, но длинная и местами нудная. И архаичная, вот так для 2001 года оценка. Ну, на самом деле, вот я в обзорах 2000 года про проклятые земли говорил, напоминают вот эти проклятые земли. То есть, плохая графика, все-таки, конечно, для нашего времени. Ходим по территории, всю территорию грабим и выполняем задания всяких поехавших к решению писей. Ну, сеттинг стимпанк. Вот этим, в общем, интересно. Там получилось, поэтому, сложная система развития навыков героя, потому что он может развиваться в науке, и может в магии, и может одновременно. То есть, какой-то получился просто мир резинкрейцеров, где химия и алхимия соседствуют вот этим, наверное, игра, и прикольная. Stronghold, первая версия. Ну, игра про замки, про строительство замков. Играла в первую и вторую. Ну, в основном, все-таки, развитие, хотя тактические бои там тоже есть. Там на достаточно высоком уровне развития уже строим, короче, юниты, обороняемся, либо штурмуем. Сюжет средневековой Англии. Первый Stronghold начинается 1066 год, то есть, когда, собственно, формируется средневековая Англия. Ну, и было довольно так популярно, по крайней мере, очень много сиквелов. То есть, значит, потом идет Stronghold Крестоносец, да, потом Stronghold 2, про который я еще расскажу. Stronghold 3, и есть последние версии, там, 2012-2014 года, еще не играл, но сыграю, тоже, видим, рассказываю. Вроде как, хотят переиздать даже в 2023 году, был проект вообще снова еще сделать новый Stronghold, ну, или, по крайней мере, переиздать первые версии уже в нормальной графике. Значит, два режима, сражение и экономика. Сражение включает в себя военную кампанию, осаду и вторжение. Экономика в основном экономическую кампанию. Может быть, я все время сам выбираю экономическую, может быть, поэтому я говорю, что в основном экономическую. Потому что там есть выбор, экономическая или военная. Так что, возможно, просто моя оценка, так как я военных всяких компаний не люблю, сам выбираю экономику. Поэтому, мне кажется, что в основном в Stronghold'е экономика, надо, наверное, другим путем сходить как-нибудь и убедиться, что войны, наверное, там тоже много. Ну, короче, ты правишься невековым замком, который сравнительно реалистично. Несмотря на то, что в реальной Англии были крепостные, там, в общем, сами решают, жить в твоем замке или нет. Зависит от твоей популярности, от того, насколько ты их едой можешь снабжать. Специфика Stronghold'а. Много вот этих зданий в замке. Причем они все возводятся мгновенно. Никакого там медленного строительства нет. Солдаты тоже немедленно обучаются. Однако, нужны единицы оружия, которые производятся в мастерских, и деньги для обучения солдат. В то же время, ремонтировать там здания нельзя. Если они разрушились из-за плохого там инженерного обеспечения или из-за пожара сгорели, то надо заново строить. Ремонта там нету. Да, пожары там есть, надо бороться с пожарами и так далее. Типы зданий там разнообразные. В принципе, можно до города отстроиться. Башни, ворота, казармы, лесопилки, рудники, фермы, всевозможные там яблоневые сады, дома, церкви, колодцы, оружейные мастерские, ямбары, мельницы, пекарни, кухни и так далее. Много-много-много всего. Четыре типа ресурсов. Дерево, камень, железо, нефть. Ресурсы, соответственно, добываются. Где-то там лесопилку надо строить, нефтяную скважину, если у тебя нефть есть на участке. В принципе, дерево там нужно, естественно, для всех построек, камень для каменных построек и так далее. Все достаточно так реалистично. Там, интересно, пищевых ресурсов тоже четыре. Мясо, сыр, яблоки, хлеб. И для каждого, естественно, нужно строить цепочку там. Допустим, яблоки просто в яблоньем саду, а сыр там надо как-то делать и так далее. Хлеб тоже надо делать сначала пшеница на полях, потом молоть муку и так далее. Если питание жителей однообразное, то они несчастливы. То есть, чтобы они были счастливы и там приходило больше в твой замок, популярность повысилась на до четыре типа, чтобы они питались и мясом, и сыром, и яблоком, и хлебом. Можно там, короче, и бухать, там из хлеба варить, там этот хмельники можно построить, трактиры можно построить. Короче, сложная экономика этого замка, этим, собственно, интересно. Ну и основной баланс там между прибылью и популярностью. То есть, нужно как-то народ кормить, тоже как-то его развлекать, в то же время и деньги из всего этого получать, на деньги, соответственно, нанимать войска, там экспансию осуществлять. Можно экономическую экспансию, много путей для экспансии. Ну, война, естественно, средневековая. За войну не буду рассказывать, просто я больше экономическую люблю, потом войну я знаю там схематично. Но там в экономических тоже строится кое-какая защита. Ну, говорят, война тоже сложная, там все средневековые, все эти штучки, которые для войны применяются, там есть в Стронгхольде. Есть сюжет, связанный, кстати, исторически. То есть, по возможности, они сюжет действительно про Англию, про Средневека, из известных там исторических сюжетов двигают. Там сюжет разный в разных Стронгхольдах. Первым один там сюжет, потом идут крестоносцы, потом идет второй Стронгхольд и так далее. Ну, насколько я понимаю, она отечественная, это же 1С, да? Нет, это не 1С, это наши адаптировали. Ну, в общем, наши адаптировали это 1С неплохо. Это Firefly Studios, вот это нет, она, короче, все-таки английская. Ну, хорошо там еще что, нет вот этих всяких заебывающих дорожек, которые характерны для строительства всяких городов, для того же Цезаря, для любой немецкой стратегии, для сетлеров. Вот дорожки там не надо тянуть к каждому зданию, нахер они вообще сдались, там просто лепим здание, где хотим, лишь бы на участке. То есть, там есть границы участка, которые мы расширяем тоже, да? Ну, вот, а в границах участка можно где хочешь здание строить, зачем эти дорожки все время? Я имею в виду требование, чтобы каждому зданию была дорога, да идут они нахер. В первой версии все достаточно просто. Вот второй Стронгхолд лучше, и про него я отдельный обзор в 2005 году сделаю. В 2001 год вышла третья цивилизация. В общем-то, она тоже все называется имени Сиде Мейера, но на самом деле разрабатывал Джефф Брикс. Это Фераксис, это вся та же компания, которая всегда цивилизацию развивала. Ну, особенности третьей цивилизации. Больше технологий, 82 технологии. Четыре эпохи, античность, средневековье, индустриальная и современная. Увеличили количество путей победы, в частности, в третьей ременной цивилизации ввели культуру. Культура это что означает, что достаточно крупный город, особенно в котором есть всякие культурные учреждения, там библиотеки и терапиры, театры, он распространяет культуру данной национальности. То есть, все-таки у Сиде Мейера, конечно, этнические представления, никаких там политических наций бредовых нет. Там, допустим, если ты играешь за вавилонян, то вокруг вавилонского города постепенно распространяется вавилонская культура. То есть, вот эта этничность, она постепенно переходит за счет культурной ассимиляции. Но там, на самом деле, эта культурная ассимиляция все-таки достаточно слабая. Но, с другой стороны, если культуру ты не развиваешь, там могут быть восстания, отделения. Если ты культуру развиваешь, какие-то соседние города могут даже переходить на твою сторону. То есть, допустим, ты развил индийскую культуру. Но обычно варвары. Вот, допустим, Индия окружена варварскими городами, ты развиваешь индийскую культуру, но на границах лучше. Она постепенно там продвигается в сельской местности, постепенно варварский город переходит на твою сторону. Перетянуть так города другой цивилизации сложнее, потому что они там тоже культуру развивают. Но такая ситуация есть. То есть, допустим, развив культуру существенно, ты можешь там нужные ресурсы постепенно выбить у соседей, и так постепенно их, короче, втянуть в себя и даже перетянуть на свою сторону. Там будет восстание. Потому что там основная этничность уже поменялась. Допустим, индийцы, рядом персы. Вот, постепенно распространяя индийскую культуру, ты добиваешься, что там одни индийцы уже в стороне персов, потом они устраивают восстание, чтобы к Индии присоединиться, и так ты захватываешь. Но это очень медленно и касается обычно только пограничных городов. Радикальные способы захвата территории, конечно, все равно война. Но культурные там тоже есть. Там ввели также культурную победу. Вообще третья цивилизация чем отличается, что там шесть способов победы. Если в самые первые было только три способа завоевания, космическая гонка и очки, то в данном случае, короче, космическая гонка, конечно, если космический корабль на Центавру построишь, завоевание, потом доминирование, это контролирование 66% территории Земли, доминирование, потом культурная победа, если у тебя культурный уровень цивилизации запредельный, то тоже дадут победу за культуру. Вот и потом дипломатия. Дипломатия. Можно построить организацию объединенных наций, и там все время проводятся выборы генерального секретаря ООН в третьей цивилизации и в четвертой тоже. Ну и, короче, если ты победишь на выборах, то ты тоже считаешь, что объединил ты Землю, то есть ты возглавил всемирное правительство. А если кто-то другой победит, то они могут против тебя войну начать, если ты с этим не согласен. 16 стран имеется, ну, то есть увеличили количество цивилизаций, ну, ацтеки, там, ирокезы, там, из индейцев появились, злусы вроде были, вроде, наверное, и все, там больше, вот, американских больше стало цивилизаций. Каждая цивилизация имеет две особенности. Особенности какие? Научная, трудолюбивая, религиозная, торговая, милитаристская, экспансионистская. Россия, почему-то у них там научная и экспансионистская цивилизация, это явно срисовано с коммунистов. Потому что, ну, путинская Россия точно антинаучная, да, или там, Россия 19 века, это религиозная экспансионистская, очевидно. Сейчас пытаются Путина опять в религиозную экспансионистскую превратить. Научная экспансионистская цивилизация, это коммунисты. Ну, почему-то вот Россию там считают коммунистами изначально. Ничего научного сроду в России не было. По науке отставали. Первое образование в начале 18 века появилось. Что говорить, какая научная цивилизация? Что за бред? Ну, вот так вот. Ну, у них часто там исторические ошибки, потом всякие мододелы поправляли. Сделали малые чудеса света. То есть, были большие чудеса, теперь малые чудеса, которые можно построить только в одном городе один раз. И они слабые достаточно. Ресурсы. Если во второй цивилизации ресурсы только бонусы, то теперь ресурсы реальные. Допустим, без нефти танки не построишь. Без селитры не построишь огнестрел. Это все потом в четвертую цивилизацию пошло, и ресурсы большую роль там играли. Чтобы, допустим, атомную бомбу построить, надо, чтобы были месторождения урана. Отменили караваны, ввели дороги, порты там все, чтобы, значит, торговля шла и так далее. В целом, конечно, цивилизацию третью все хвалили и в нее играли, но лучше была четвертая. То есть, основные все моды почему-то идут под вторую, вторая проще, но вторая она еще в 90-е была, понятно, и под четвертую. Вот когда четвертая вышла, в принципе, уже по этому описанию понятно, что четвертая, она те же принципы имела, что третья, да? Но третья почему-то не прошла, а четвертая очень хорошо прошла, и под четвертую огромное количество модификаций, которые я и сам тоже в свое время писал. Империя-Земля, это опять стратегии в реальном времени, в данном случае Сьерра издала, но напоминает века империи это. Только есть ряд особенностей, допустим, там есть система морали, которая влияет на статистику отдельных единиц, система героев. Героев можно строить где-то в столице, есть герои-стратегии и так далее. 500 тысяч лет мировой истории, 14 эпох, начиная с доисторического периода, кончаются нанотехнологии. Но еще чем отличается от веков империи, там аж 14 всяких эпох, то есть начинается прямо с дубинок, короче. Потом все там идет, каменный век, медный век, все подробно разбито. Допустим, первая мировая отдельная эпоха, вторая мировая, потом современность. Потом примерно будет век информации, это чуть-чуть больше современности, там киборги всякие и прочее. Ну и, кстати, век информации там Китай с Россией воюет почему-то, а США вообще распалась. Ну и потом век нанотехнологий. Там есть определенный сюжет с этими героями, чудеса света тоже присутствуют. Четыре там кампании, древняя кампания за Элладу, потом кампания за Германию, это, естественно, Вторая мировая война, да. И кампания за Россию, почему-то там в 21 веке все на свете Россия захватывает, и там всякая сложная кампания, противостояние России с Китаем, захват Европы и так далее. Украина там, кстати, воюет с Европой. Украина воюет, нет, против России воюет. Короче, Россия там начинает с захвата Украины, потом захватывает всю Европу, Китай захватывает и так далее. Ну там еще всякая машина времени и прочая фантастика. В общем, есть некая фантастическая там история про Россию, которая доминирует во всем мире. Ну, помимо этих всех сюжетов, там есть редактор цивилизации, редактор сценариев, кампании, самому можно все эти фантастические истории на основе этой игры создавать. Петька 3, возвращение Аляски, третья часть бреда про Петьку с Василием Ивановичем. Ну, там улучшили, по крайней мере, интерфейс. То есть, раньше был курсор просто, да, теперь монофункциональный курсор. То есть, не надо выбирать всякие действия по типу ходить, смотреть, а эти действия показываются разными формами курсора. Ну и все. На самом деле, там, короче, сама программа не так важна в этих Петьках, а важен бредовый там этот сюжет. В Петьке 2, Василий Иванович и Петька стали рок-музыкантами. Тут опять какие-то, блин, пошли агенты ФБР, машины времени, Аляска там, все такое, короче. Анка стала Анна Мали, которая пародия на, почему-то, на данную скале. Короче, устроили пародию на секретные материалы. Фокс Малдер, Малдер, да, в данной скале. Это, короче, популярный сериал, мистическо-детективный, начало как раз нулевых годов. Вот устроили из него теперь Петьку и Василия Ивановича. Отец Фурмон, потомок Фурмонова, который изменил фамилию и стал Мормоном. В общем, бред традиционный, куча всяких второстепенных тоже персонажей. Кстати, хохлы там прямо вот есть, не украинцы, а именно хохлы, которые, значит, пытаются там торговать, как там, короче, хохлы лохи. Вот антиукраинская, да, игра. Они там, да, говорят на украинском языке, они там, короче, пытаются что-то там торговать, но проторговались. Ну, это, в принципе, там один из образов, то есть это системная не антиукраинская игра, но характерно, да, что есть украинцы как глупые торговцы. Там, собственно, на русских больше, конечно, пародий, там всякие русские алкаши и все такое обычное. И куча всяких мафиози там, американцы дебильные и все на свете. Мелодии тоже какая-то смеси с украинских, русских, американских. В общем, как обычно, постпаттернистский трешак. Это у нас Петька 3, короче. Ну и дальнейшие серии еще были тоже в том же абсолютном стиле.